Россия-24 вслед за первым опубликовал очередной провокационный анти-азербайджанский репортаж. В сюжете также было отмечено, что Азербайджан якобы нарушает все соглашения между странами и даже вступает в сговор с Америкой против России. Выступившие в ходе сюжета российские эксперты армянского происхождения Семен Багдасаров и Айк Халатян высказали абсурдное мнение, полностью противоречащее национальным интересам Азербайджана. Как сообщает Ахарас, в репортаже телеканала, который был связан с Арменией против Азербайджана, были выдвинуты необоснованные обвинения. Вот он, вашингтонский документ о немирном неурегулировании армяно-азербайджанского конфликта. Бумага, явно написанная под диктовку Госдепартамента. Именно этот договор обсуждался на переговорах Баку и Еревана в Вашингтоне в конце сентября, и правительство Пашиняна готово его подписать. Едва ли не в ноябре, сообщают СМИ. Хотя договор объективно не соответствует интересам Еревана. Главный пункт, что Нагорный Карабах остается в составе Азербайджана. Смотрим по пунктам. Азербайджан назначает некоего спецпредставителя для работы с таким же представителем армянской этнической общины Карабаха для обсуждения прав жителей. А что в таком случае помешает Баку сказать, что армянский представитель ни о чем не договорился и Карабах будет жить по азербайджанским законам? В случае реализации вот этого плана, фактически отказа Армении от Карабах, это будет означать минимум этнической чистки. Вряд ли кто-то из армян Нагорного Карабаха останется в жизни в Азербайджане. Они предлагают всем армянам уехать, которые не согласны будут жить по правилам Азербайджана. В документе сказано, что Баку и Ереван будут обсуждать роль международных наблюдателей дословно без ущерба для суверенитета Азербайджана. То есть можно предположить, что в какой-то момент Баку, так сказать, обсудит с Ереваном вывод российских миротворцев из зоны конфликта. Упоминание про суверенитет Азербайджана означает, что основное решение будет принимать Баку без оглядки на нынешнего премьер-министра Армении. Вот она, рука Вашингтона. Подписание этого документа, мирного соглашения, то можно сказать, что присутствие российской веры на Южном Кавказе приблизительно к тому моменту, когда оно закончится. По сути, возможность вывода миротворческих сил России из Нагорного Карабаха, потому что там есть пункт, который подразумевает, что международные наблюдатели могут быть в Нагорном Карабахе, значит, согласие на всяких сторон, значит, причем там все это размыто. Пока мир следит за событиями на Украине, штаты продолжают геополитическую борьбу с Москвой и на этом фронте, как обычно, не считаясь с потерями тех, кто пойдет на их условия. Армения может остаться один не на один с Азербайджаном и Турцией. Так какой же это мирный договор? Какая помощь? В Вашингтоне предложили Армении и Азербайджану свой проект мирного договора, которым подразумевается, что Армения признает Арцах, это армянское название Нагорного Карабаха, в составе Азербайджана. Стороны признают территориальную целостность друг друга. В обмен на это как бы обещается помощь в урегулировании конфликта. Ну и, естественно, под этим поднимают вытеснение России из Армении и в целом из Южного Кавказа. В договоре еще есть прозангизурский коридор. Это скоростная трасса, которая должна связать районы восточного Азербайджана с его эксклавом Нахичеванью через Армению. Эксперты говорят, что в этом случае армянские западники могут поставить вопрос о целесообразности российской военной базы в Гюмри. При полной поддержке Вашингтона и Брюсселя, разумеется. Которые тут же назовут мнимое урегулирование конфликта своим достижением и вдобавок поднимут вопрос насчет участия Армении в ОДКБ. Мол, зачем? Настоящий устойчивый мир в регионе, достигнутый с помощью российского участия, Западу не нужен, как и присутствие нашей страны. Как и договоренности между Ереваном и Баку на основе четких взаимных обязательств и компромисса. Вашингтонский документ на компромисс едва ли похож. Кому он тогда нужен? Народу Армении или правительству Пашиняна? Антон Подковенко, Вести. Подпишитесь на канал. Ставьте лайки и комментируйте. Спасибо. Спасибо.